В России в будущем году может появиться новая отрасль по переработке отходов. В правительстве уже работают над документом. Ожидается, что в нем будет прописан процент, который каждое предприятие заложит в стоимость продукции. И в дальнейшем, как пояснил министр природных ресурсов Сергей Донской, эти деньги будут идти на ее утилизацию. Это не единственная зеленая инициатива, которую власти намерены реализовать в ближайшее время. В будущем году в России должна стартовать кампания по сокращению выбросов парниковых газов. Также специалисты ждут, чем завершатся приключения Гринпис в России. Итоги 2013 года, который был объявлен в нашей стране годом экологии, обсудим с руководителем проекта «Экологический рейтинг регионов России» Вячеславом Федоровым. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Какие зеленые инициативы российских властей за 2013 год вы можете вообще вспомнить, что понравилось, что вызывает вопросы? Мне кажется, самая главная инициатива была провести год экологии в России. Год прошел, скажем так, с точки зрения экологии бесшумно. Особых никаких ярких событий не произошло, за исключением съезда, который прошел недавно. Кстати, предыдущий съезд 10 лет назад. То есть, вот этот промежуток 10 лет, это была такая экологическая яма. В рамках рейтинга мы рассчитываем совокупный экологический индекс России. Вот он, говоря рыночным языком, языком трейдеров, находится в медвежьем тренде. И пока мы даже не видим никакой разворотной модели. Но есть хорошие симптомы. Вот смена министра экологии, господин Донской пришел на вопросы экологии. Я думаю, что как раз эта персона поставлена для того, чтобы решить вопросы обращения с отходами, потому что у нас абсолютно отсутствует индустрия переработки мусора. А, потому что говорят, много лета, и так ничего не наладилось? Да, почему? Страна большая, территории много. Значит, накопили одну кучу мусора, утрамбовали ее, присыпали чем-нибудь, перешли на другую территорию. Ну, понятно, что японцы, допустим, так поступать не могут. Поэтому у них с мусором все в порядке. А у нас страна большая, можно где-нибудь искать? У нас страна большая, но растет гражданская инициатива. Сейчас идут протесты по стране. Я думаю, что ситуация изменится. Хотя это очень затратная вещь. Создание индустрии очень затратная. Вот как раз эта история, она вся ложится непосредственно на сами предприятия. Если говорить, ну, скажем так, об опыте, имеющемся в других странах, сколько это должно стоить, что эта компания им принесет. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на опыт зарубежных государств, то там, как правило, предприятия, которые берут на себя ответственность, в том числе и по утилизированию отходов, они получают бенефиции и преференции в других областях своей деятельности. Как у наших предприятий будет? Как на Западе? Или просто скажут, это дополнительные расходы, берите их на себя и разбирайтесь с этим? Давайте посмотрим. Жизненный цикл мусора состоит из следующих стадий. Это сбор, его транспортировка, его хранение, его сортировка и его утилизация. Значит, все эти стадии очень затратны. Более-менее у нас решена каким-то образом стадия хранения и транспортировки, хотя там есть большая коррупционная составляющая. Стоит это будет десятки миллиардов рублей. И форма должна быть, сами предприятия одни это не решат, это форма государственно-частного партнерства. Тогда мы как-то сдвинем с мертвой точки этот вопрос. И какие сроки, вы думаете, произойдет какой-то контакт между предприятиями и государственными? Ну, знаете, вот отрасль, как черт из табакерки, не паяется. То есть это усилия, громадные усилия, громадные инвестиции. То есть это перспектива нескольких лет, как я понимаю, у нас, к сожалению, выходит время. Вячеслав, спасибо вам огромное. У нас в гостях был руководитель проекта «Экологический рейтинг регионов России» Вячеслав Федоров.